Вот такими штучками наши ребята разогревают еду. Если кто-то не знает, любая баночка. Подключается баллон газовый и разогревается еда в походных условиях. Активисты комитета семей воинов Отечества отправляют очередную гуманитарную помощь. Собрали все необходимое – горелки, бензопилы, нижнее белье и носки, а также по традиции гостинцы к чаю. Скоро посылка порадует бойцов 328-го полка 104-й дивизии. Перед отправкой у волонтеров еще много хлопот. В преддверии Дня Победы запланированы мероприятия с участием школьников и студентов. Сегодня мы едем в госпиталь поздравлять бойцов с 9 мая, Суворовское училище, сотый лицей. Приготовили открытки, письма солдатам. Мы закупили комитет семей воинов Отечества мороженое ребятам. Поедем сегодня их поздравлять. С нами едет также детки, кулинарный техникум, будет концертная программа. Региональное отделение комитета работает в Ульяновске с декабря 2022 года. В состав организации вошли представители общественных объединений, волонтеры, члены семей, участников СВО. В настоящее время комитет работает в тесном сотрудничестве с правительством Ульяновской области, органами местного самоуправления и региональным отделением Государственного фонда «Защитники Отечества». Мне кажется, самое главное, чтобы все знали, что ваши мужья и герои, чтобы все это не то, что знали, а чтобы все общество понимало, благодаря кому мирное небо. Напомним, с сентября 2023 года на средства региональной субсидии работает проект «Комитет семей воинов Отечества во славы героев». В проект вложен 1 миллион рублей. В программу входит оказание безвозмездной помощи информационной, психологической и юридической. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.